Бийск-крепость – выставка аутентичных экспонатов из фондов Краеведческого музея. Она открылась совсем недавно, но уже вызвала большой интерес у любителей истории. Однако по решению администрации Бийска, 17 апреля в доме купца Осанова запрещено проводить массовые экскурсии. Почему? Расскажем далее. Памятник архитектуры начала 20 века и единственный на Алтае образец городской усадьбы с ярко выраженными чертами модерна. Построен более 100 лет назад и, само собой, требует ремонта. Нет, здание не признано аварийным, однако в отделе культуры Бийской мэрии решили, что здесь можно проводить только одиночные экскурсии. Ремонтировать здание нет денег, только на подготовку проектно-сметной документации требуется более 2,5 миллионов рублей. Куда дороже обойдутся строительные работы. Быть может, стоит и вовсе построить новое здание. Это нормально, когда музей размещается в исторических зданиях. Знаете, как купец, он тут жил недолго, но мы знаем всю его историю, историю его семьи. И поэтому настолько мы сроднились с этим зданием и видеть себя в каком-то другом. Ну, может быть и возможно, может быть построить отдельное здание для нашего музея. Причем такая точка зрения высказывалась в администрации, что может быть отдельно. Куда бы съехались все наши отделы. Но опять же, вот это здание нам очень жаль. Дмитрий Ерошкин, научный сотрудник музея, с гордостью показывает экспонаты выставки «Бийск. Крепость». Здесь удалось по крупицам воссоздать историю города с самого его основания. Даже макет крепости есть для школьников, которые можно разобрать и собрать. А еще в фонде имеются и по-настоящему уникальные вещи. Это Александровское ружье, к созданию которого, судя по названию, приложил руку Александр I в 1824 году. Было это на Ижевском заводе. Пропало ружье во время гражданской войны 1918-го. Однако спустя годы некий гражданин Прозоров продал его Бийскому музею. Причем в Ижевске долгое время считалось, что ружье потеряно и находится, возможно, где-то за границей, как большинство таких вот раритетов. Но вот к их удивлению ружье оказалось здесь, в России, в нашем музее. Потом его, кстати, возили туда на выставку. Шпага коменданта Бийской крепости Четова, настоящие крепостные пушки, уникальные факты истории Бийска – все здесь. Сотрудники музея с трепетом относятся к новой экспозиции и готовы о ней рассказывать всем, кто приходит в исторический отдел. Причем летом с ростом туристического сезона сюда приезжают гости со всех уголков России и из других стран. Только вот посещать экскурсии массово теперь нельзя. Однако надежда на то, что музей скоро вновь распахнет двери для посетителей без ограничений, все же есть. Николай Тихонов, Роман Хайрулин. Новости.